Сибирские коньки Турнир официальный, входит в календарь соревнований. На сибирских коньках спортсменам присваивают первый разряд и звание кандидатов мастера спорта. В этом году впервые в программу вошли соревнования по синхронному фигурному катанию. Впечатляющее зрелище предстало перед зрителями на состязаниях синхронистов. Отточенные движения, ровные шеренги и сложные фигуры, проходы и одновременное вращение. Ребята из омской команды «Аквамарин» выступили в соревнованиях по программе кандидатов мастера спорта. Благодаря слаженности в коллективе и упорным тренировкам они смогли показать лучшее синхронное катание на турнире. Мне сегодняшний прокат очень понравился. Девочки на 100% выложились. Во-первых, мы же дома. Уже чувствуется поддержка, атмосфера своя. Мне понравилось. Я бы сказала, что это самый лучший наш прокат. Серебряными призерами по программе кандидатов мастера спорта стали девушки из Челябинского «Метеорита». Ежедневные тренировки по полтора часа льда в день. Зал, хореография. Как обычно, ко всем соревнованиям мы подходим очень ответственно и всегда. Трудные, тяжелые недели тренировок совместной соучебой. Первое место в синхронном катании среди перворазрядников также досталось омичам. Команде «Аквамарин-2». Следующие два дня участники состязались в одиночном катании. Среди мастеров спорта лидером стала 15-летняя воспитанница с дюшор номер 35 Мария Шевелева из Омска. По результатам короткой программы она занимала вторую строчку турнирной таблицы. Произвольную программу омичке удалось откатать на отлично и подтвердить свое мастерство. Кстати, на этом турнире Марии вручили долгожданный знак мастера спорта России. 12 лет провела здесь на катке. Конечно, это мечта любого спортсмена и главная цель, ради которой он идет – получить звание мастера спорта. Я рада, что у меня получилось. Хоть присвоили и со второго раза, но выполняла ее два раза. Поэтому я очень рада. По программе кандидатов в мастера спорта и перворазрядников в личных выступлениях лидерами также стали представители Омской школы фигурного катания.